Всем привет! Это шестой урок программирования Roblox Studio. Сегодня делаем футбол с воротами, с мячом, с подсчетом очков. Делаем максимально быстро и максимально просто. Ну, давайте тогда идем в Toolbox. Вводим ключевое слово Soccer. И попробуем поставить уже готовое поле. Поставили. Так, готовое поле. Как-то так, примерно по центру. Ставим мяч. И давайте теперь устроим проверку на вшивость готовых моделек. Что за проверка на вшивость? Дело в том, что многие модели, бракованные, выложенные в Toolbox, кто-то выложил модель с незавершенными или с неправильными скриптами, или со скриптами уже за программирование, которые ссылаются на другие модели, которые я не знаю, которые нужно ставить, искать, каким-то образом ставить сюда и так далее. И, кстати, мы не только со сложными моделями с таким сталкиваемся. Много есть подобных. Итак, как делаем проверку на вшивость и чистку чужих скриптов? В Explorer в окошечке вводим скрипт. Так, нам показываются скрипты. Я даже не буду смотреть, что это за скрипты. Просто буду удалять. Ну, я это футбольное поле уже видел. Здесь ссылка на какие-то звуки, которых нет в игре. Со странными названиями. Так, мяч здесь не высветился, значит мяч у нас чист. Вот, болт. Открываем, смотрим. Здесь только наклеечки. Наклейки на мяч. Довольно симпатичный мячик, простой. А модель это у нас так. Модель футбольное поле. Так, давайте теперь это поле опустим. Опустим вниз так. Далее у меня здесь деталька была где-то в центре. Моя деталь. И мы смотрим, что вот эти точки, как бы меловые, нанесены вот такими столбиками странными. Я хочу поле опустить. Мы, как выделить какую-то часть конкретную. Например, как выбрать этот столб. Оказывается, можно зажать клавишу Alt. Я нажал, держу. Щелк. И у меня выбрана вот эта вот деталь. Знаете что? Так. Вот она выбрана. Я ее просто удалю. Не будем возиться. Можно было сделать этой детали. Для нашего урока не важны эти точки. Так. Ну, теперь выбираем модель. Пробуем ее опустить вниз. Ну, я думаю, так сойдет. Закрепляем модель. Она у нас уже закреплена. Энкор. Так. Коллизии пусть будут. Так. Ну, давайте запустим. Посмотрим. Мяч должен упасть. И мы должны спокойно подбежать к этому мячу. И... Мяч уже закатился в ворота. Мы должны... Да. Мяч толкать удается. Если сделаете более маленький мяч, то его будет тяжелее толкать. Более большой. Соответственно. Можно добиться... Небольшим колдовством... Сделать нормальный мячик. Так. Чтобы он не откатывался к воротам... Мы его... Сейчас... Положим сюда. Так. Что нам нужно сделать? Кстати. Заметили тут рельеф? Видите? Рельеф... Белых прямоугольников. Нанесенная краской какая-то структура. Она на самом деле влияет на движение мяча. Потому что... Она создает рельеф. Но он не сильно большой. Поэтому нам, наверное, мешать не будет. Так. Что мы делаем? Давайте еще звук сразу добавим из тулбокса. Не модели. Голл сокер у нас здесь написан. Аудио. Так. Но нам не сокер нужен. Сразу голл пишем. Го-ау. Гол. Гол, гол, гол. Вот это. Голл! Добавился. Давайте его переименуем. Если не переименуем... А давайте я не буду переименовывать. Посмотрим, как работает со звуками, которые называются... В которых в названии есть пробел. Или какие-то спецсимволы. Честно говоря, я бы называл все одним словом. Или несколькими словами слитно. Ладно. Так. Приступаем. Как нам определять, закатился мяч или нет в ворота. Давайте поставим детектор. Мы уже что-то подобное делали с нашими минами или с телепортами. Ставим детектор. Эти детекторы пусть будут такого красного цвета. Занимает всю площадь наших ворот. Так. Это, по-моему, левые ворота. Давайте я назову деталь. Left gate. Left gate. Мы позже сделаем эту деталь... Да не позже, наверное. Так. Внизу у меня вкладка properties. Вот этот left gate. Делаем... Ставим здесь галку. Во-первых, закрепленная. Чтоб она не упала сквозь пол. Can collide убираем. Чтобы мы могли мяч сквозь нее прокатываться. Как будто ее не существует. Как будто это голограмма. Ну и можем немножко прозрачность, наверное, ее изменить. Хватит. Так. Я левые ворота настрою. Потом сделаю duplicate. И сделаю точно так же правые ворота. Чтоб не тратить на время. Так. Добавляем скрипт. Сэпк. Скрипт. Hello World нам не надо. Так. Давайте теперь напишем функцию. Был ли гол. Точнее функция, когда произошел гол. Function. WasGol. Так. Ну здесь мы напишем. Эта функция будет получать параметр. Какая деталь или кто дотронулся до этих ворот. Other Part. Другая часть. Другая деталь. And. Так. Ну и нам нужно сделать так, чтобы наш гол срабатывал только от мяча. Чтоб не только, когда человек забегает. Или, я не знаю, кто-нибудь бросает туда бейсболку. Или стреляет. А только если туда закатывается мяч. Пишем. If. Other Part. Name. Равно. Равно. И в кавычках. Ball. Вот это вот название должно совпадать с названием нашего мяча. Если вы, например, катаете какой-нибудь покебол. У вас здесь тоже модель вашего покебола должна называться покебол. Здесь вы должны сравнивать покебол. А если вы играете сразу и мячом, и покеболом, тогда пишите вот так. Или другая. Или имя равно покебол. Кстати, есть же такие игры с несколькими мячами. И в then что-то делать. А что делать? Мы хотим вот этот звук запустить. Так. Как его запустить? Кстати, как прослушать звук, который вы добавили? Вот в Properties у него есть свойства. Отлично. Так. Что за Max Distance? Это дистанция, с которой слышен этот звук. Так что, если вы здесь поставите, например, 100 стадов, а какой-нибудь другой игрок дальше, чем эта дистанция, то он просто не услышит такого звука. И можно сделать Looped. Значит, зацикленный. Можно повторяться. Понятно. Ну так можно музыку зацикливать. Нам это не нужно. Я просто вам показал. Итак, как проиграть звук, который у нас находится в Workspace? Кстати, вы могли бы сделать... Ну ладно. Пишем Game. Помните, что Workspace у нас лежит в Game. Потом Workspace. Имя звука. Угол. Нажимаем Enter. Смотрите, что сделал наш Roblox Studio. Он нас пощадил и вставил именно тот формат, который должен быть. Так как здесь используются символы, запрещенные в именах, переменных, свойств и так далее, в исцелительные знаки. Он имя мяча окружил кавычками и обратился как к элементу таблицы. Ну ладно, сейчас попробуем. Если будет это срабатывать, Play. По-моему так. Да, любой звук можно Play. Если вы хотите, если у вас звук музыка какая-нибудь играет бесконечно, если вы хотите ее остановить, то вы можете написать точно так же. Только не Play. А Стоп. Нам это не нужно. И давайте посмотрим, если бы я нормально назвал звук. Давайте вот так его переименую. Rename. Goal. Теперь мы обратиться. Будет красивее выглядеть. Workspace. Goal. Двоеточие. Play. А вот, кстати, есть пауза. Так, ну. Ага. Play. Пауза чем от стопа отличается, понимаете? Если вы нажимаете стоп, то звук при следующем воспроизведении начнет воспроизводиться с самого начала. Музыка, например, с самого начала. А если вы сделаете паузу, а потом через некоторое время опять запустите с помощью Play, то ваш звук запустится именно с того места, на котором он остановился. Так, нам нужно просто Play. Звук короткий. Поэтому. Так. Ну, вы, наверное, помните, что когда мы какую-нибудь функцию определили таким способом, она сама никогда не запустится. Либо мы должны ее по имени вызвать. Бозу. А давайте, кстати, вызовем ее. В начале игры она будет вызвана. И давайте мы ей передадим. Ах. Да, тут я... Ха-ха. Мог бы схитрить, так как это язык луа. Ладно, не будем заморачиваться. Будем по плану действовать. А план... Наверное, в предыдущем уроке вы в каком-нибудь видели. Можно написать так. Скрипт у нас лежит внутри LertGate. Скрипт. Нужно узнать родителя. Parent. Мы узнали вот эту папку. LertGate. И теперь, если кто-то дотронулся до родителя скрипта, до папки. Лев... Так. Как это пишется? Touched. Вот. Touched. Дотронулся. Дотронулся. Двоеточие. Connect. И теперь мы должны написать либо саму функцию, либо ее имя. Функцию мы здесь написали. WasGoal. Был ли гол. После того, как эта функция... После того, как кто-то дотронется до вот этой детали, которая называется у нас LertGate, сработает, да, сработает вот это присоединение функции на событие touched, кто-то коснулся. И нашей функции параметром передадут, вот сюда в эту переменную, передадут того, кто коснулся нас. Если коснулся игрок, то игрока туда передадут. Если коснулся мяч, то передадут туда мяч. В данном случае мы реагируем только на мяч. Я уже говорил. OtherPart.name. Если равно болт. Если это мячик, то... То давай, работай. Так. Все должно работать. Давайте попробуем. Можете, кстати. Так. А гол-то у нас и не останавливается. Так. Что нам нужно сделать? Нам нужно наш мяч выбросить в центр поля. Как это сделать? Проще. Давайте добавляем деталь. Так. А, тут у меня scale, извините. Scale. Move. Как-то так. Мы тоже свойства делаем вот этой площадки. Неважно, что она не симметричная. Нам нужна только центральная точка этой детали. Так. Прикрепляем ее, эту деталь, к земле. CancoLight убираем. Чтобы через нее можно было проходить. И можем ее уже сделать тоже прозрачной. Чтобы ее почти не было видно. Потом можете спрятать. Переименуем ее, например, центр поля. Назовем... Field Center. Rename. Field это поле. По-английски. Центр это центр. Так. В нее никакие скрипты мы не добавляем. Мы ее просто используем для того, чтобы мяч туда телепортировать. Давайте пишем. Так. Other part. Position. Присвоить. Game. Workspace. Field Center. Position. Давайте посмотрим. Goal. Goal. У меня есть появился в центре. Как-то он у нас хитро появляется в этом центре. Давайте мы его сделаем, чтобы он появлялся не просто в центре этой детали. Во-первых, мы ее можем... Ну, давайте, ладно. Простой способ это эту деталь. Деталь поднять вверх. Например, вот так. Давайте еще раз протестируем. Просто не хочу... Можно программно, конечно, добавить. Программно я вам тоже покажу. Например, эффект. Давай, катись мяч. Ну, все отлично. Все получилось. Так, а что если мы хотим сделать так, чтобы мяч появлялся над землей? Над площадкой. Ладно, тут мы двигали площадку, а мы можем еще написать вот так. Так, плюс вектор 3, точка new. Помните, что вектор 3, там три значения. x, y, z. Что у нас высоту задает? y. Вот она у нас подсказка. Ось y, высота. Так что мы делаем здесь x. По x мы ничего не добавляем, 0. По y добавим, допустим, высота 100. По z тоже ничего не добавляем. И сейчас мяч должен появиться на позиции нашей детали, филд-центр, но плюс высота 100. Вот так. Проводим эксперимент. Вы понимаете, что вы можете по футбольным правилам... Так, ребят, я его уже не догоню. По правилам футбола вы можете сделать, если мяч вне игры, то его будут вбрасывать в том или ином месте. Тоже можете сделать... Тоже можете сделать... Нет, ребят... Какой-то я... Мячик плохо катится. Кстати, если будете добавлять мячи из тулбокса, некоторые мячи имеют атрибут инструмента. И герой их не может пинать, он их берет в руки. Ну, отлично. Вот было видно, что мяч прыгнул и упал сверху. Это я вам про вот этот вектор. Как сделать так, чтобы со сдвигом что-то появлялось? В принципе, в уроке 5А, где мы пирамиду строим, я про это рассказывал. Так, вроде все нормально. Давайте теперь подсчет очков сделаем. Переменная score. Она будет внутри этих ворот. И она будет прям из этих ворот выводить очки, счет на табло. Так, score. Сначала у нас очков 0. Если мы чего-то забиваем, мы пишем score, присвоить score плюс 1. Так. В сложной игре вы, конечно, должны добавить таймер какой-нибудь. Я не знаю, там, ожидать, сколько идет матч, потом сбрасывать количество очков и так далее. Мы делаем что-то простое. Иногда в простых играх как раз самое большое удовольствие. Так. Очки я сделал. Давайте продублируем. Ctrl-D. Дубликат. И двигаем в другие ворота. Дубликат наш. Так. И переименуем. И переименуем. RightGate. Rename. RightGate. Так. Все классно. Теперь у нас мячик должен забиваться и влево, и в правое ворота. И давайте теперь сделаем табло. 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 Так. Конечно, тут размахнулся. Так. И в табло. Так. Давайте как-то. табло. Назовем его. Таблица. Табло. И на него, чтобы мы что-то могли рисовать. Табло. Добавляем. Гуи. Surface. Гуи. Это означает на одной из поверхностей нашего табло. Кстати, давайте посмотрим, какая поверхность повернута к нам. Вот это. Помните, как это делать? Выбираем Table. Нашу деталь. Select. И в свойствах идем в ее Surface. Выбираем Back. Bottom. Front. Left. Right. Top. Что-то я плохо вижу. А, ну вот, видно, подсвечивается. Так, давайте. Вот. Back. Итак, это задняя часть. На ней мы будем все писать. Поэтому в Surface. Гуи мы должны выбрать здесь. Вот. Face. Не на фронте писать. Иначе мы не увидим, что сзади будет. А давайте на Back. Back. Вот здесь. Так, теперь что писать. Давайте добавим сюда текстовую метку. На самом деле нужно две добавить. Ну, добавлю сейчас одну. Text. Label. Так, давайте еще Surface. Гуи. Я вам не все объясняю. Но вот Canvas Size. Это как бы размер холста, на котором мы будем рисовать. Здесь написано уже не в стадах, а в пикселях. Так, так, так. Так. Ага, здесь только размер играет роль. Идем в Text Label. Видите, какая она у нас маленькая. Причем клавиша F не работает. Помните, да? Выбираем какую-нибудь деталь. И камера приближается. Выбрали Text Label. К сожалению, камера не приближается к ней. Ну, давайте сделаем так. Во-первых, имя. Нет, имя пусть остается. Идем в Text. Мы будем менять только текст. Имя пусть у нас остается. Текст. 0. Видно, что здесь маленький 0. Давайте этот маленький 0 сделаем большим. О, как просто. Можно просто, не меняя размер шрифта, можно просто сделать, что текст будет масштабироваться по размеру вот этого поля метки. А размер этого поля мы сейчас попробуем изменить. Вот он у нас сайт. Size Position. Здесь довольно сложно. В общем, первые 0 в каждой паре не трогаем. Первый – это отступ. Сколько отступить от левого края? Допустим, допустим, 10. Так. А это сколько отступить сверху? Допустим, 30. Вот так. Так, давайте размер теперь. И размер. Так, чем у нас есть высота? Давайте тоже высоту сделаем 200 и посмотрим. Так. Угу. Ну, пожалуй, размер попробуем увеличить. Не дает, так как он масштабируется. Можно тогда вот этот вот текст Scaled убрать. Если кто-то знает более простой способ, то давайте напишите в комментариях. Здесь написано, переносить ли текст на следующую строку, по центру ли, по горизонтали текст, по вертикали. Можно сделать не центр, а чтобы у нас слева или справа писался. Обрезать ли текст, который вылезет за край. Так. В общем, я текст, галку убрал, масштабирование. Давайте напишу здесь 100, например. Что нам мешает? Есть размер. Больше 100 нельзя. Или можно? Давайте 180 не дает. Ладно, не будем на это тратить время. Я думаю, поиграетесь, разберетесь. Так. Давайте текст Label переименуем Left Label. Чтобы знать, это у нас Left Label. И дублируем ее здесь же. Ctrl D. И переименовываем другую Right Label. Все. Мы, кстати, подходим уже. Right. Вот так. Right Label. Только у нашего Right Label мы должны позицию... Мы должны его сдвинуть. Где у нас тут? Position. Вот Position. Например, 440. Вот примерно так. Так, давайте теперь разберемся с воротами. Если команда правых ворот забивает гол в левые ворота, то какое число мы должны вывести куда? Точнее, куда вывести? Налево или направо? Я думаю, что очки должны идти правой команде. Если я не прав, в комментариях, конечно же, поправьте. Итак, пишем Table. Лейбл мы должны добраться вот до этих меток. Левый лейбл или правый лейбл. Итак, мы сейчас с вами... Кстати, как посмотреть, какой скрипт? Вот смотрите, у вас здесь скрипты открыты. Куча скриптов. Так. Left, Right Label. Во. Видите, у нас скрипты. Я не знаю, какие где. Какой чей скрипт? Правой кнопкой мыши нажимаем на любом скрипте правой кнопки. Show in Explorer. Нажали, сразу перескочил на тот скрипт. Мы видим так. Это для левых ворот. Ладно, если левые ворота, значит правые... Right Label. Меняем. Пишем. Game. Workspace. Table. Table, Table. Surface. GUI. Сейчас доберемся до этого. Right Label. Точка. И мы меняли, помните, на ноль текст. Вот в этот текст мы и будем сейчас писать наш score. Score. Так. Давайте теперь эту строчку скопируем для правых ворот. Здесь все то же самое, только мы должны писать... в левый лейбл. Понятно это, да? Надеюсь. Иначе у вас будет... за все ворота добавлять очки одной команде. Ну что, тестируем. и на этом заканчиваем. Такс. Ну, я так и знал, что в футболе главное мячу не мешать. Кстати, вы эту игру сможете опубликовать, паблиш сделать. Подключиться вместе со своими друзьями и с планшетов, с телефонов поиграть. Ну, давай, давай. В каком-нибудь следующем уроке я добавлю, как опрашивать клавиши, чтобы делать пинок. Так, поймали наш мяч. Смотрим. Отлично. Я чего-то не просмотрел. Ну ладно, давайте проверяем отдельно, еще забиваем в правые ворота. Надо было, наверное, сделать... Это уже не дело программиста. Сделать заборчик, чтобы мяч не укатывался. Так, и попробуем его теперь в правые ворота забить. Ну, ребята, время-то идет. А мы тут в футбол плохо играем. Кстати, не забудьте сделать невидимыми эти площадки. Кстати, можно не обязательно невидимыми сделать. Можно, если вы рисуете сами это поле, можно просто основание ворот. Отлично. Единицу получила левая команда. Так, левая эта команда получила... А мяч опять закатился? Или я не понял, что это произошло? Что-то мне не нравится. Кто знает, что произошло, тот может сказать. Так, давайте проверяем. Нет, все отлично. Просто мяч, когда у нас появляется, он не останавливается. Мы его толкнули, и он с тем же ускорением появляется на этой площадке. Нужно ускорение у него как-то гасить. Кто знает, как погасить ускорение мяча, после того, как мы его сбрасываем, давайте напишите в комментариях. Это всего одна строчка. Поделитесь, может быть, кому-нибудь будет полезно. Ну, на этом все. До следующих встреч. Ставим лайки, колокольчики. Подписываемся, друзьям сообщаем. Пока.